Добрый день, добрый день, дамы и господа. Мы идем в наш репортаж в плацах Форта Сен-Эй, где у нас проходят различные представления наших, так сказать, реставраторов. И мы с вами все это и здесь. Ну что ж, внимание на экран. Первыми у нас выступали римляне, но я их, к сожалению, не застал. Уф, не застал, не застал, что же делать. Поэтому начнем сразу с, скажем так, наших мальтийских рыцарей. Это вот у нас главнокомандующий, это у нас товарищ Делавалет. Да, и голову на штрафе, чтобы все крутилось аккуратненько. Его приветствует войска. И сейчас спускается, и будем, так сказать, смотреть, что будет дальше. Это штандарты тех, кто служил на Мальте. Как видите, Мальтийский орден. Это рыцарь-госпитальеры с гору по Сосенке. То есть со всей Европы сюда приезжали служить рыцари. Аркебузьеры! 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 Здесь Батча! Подъезжаем, это у нас, так сказать, аркебуза. То есть такое древнее огнестрельное оружие. Такие вот правые аркебузьеры. То есть это еще не кремниевое оружие, оно еще поджигается фитилем. Знаете, такая пословица есть. Запал иссяк. Вот как раз здесь вы сейчас и увидите эти самые запалы, которые, так сказать, грубо говоря, обычная бельевая медленно горящая веревка. Прогорел, значит иссяк. Ну и, естественно, раньше все это было, так сказать, медленно и печально. Здесь я еще, так сказать, укоротил все это представление. Вот в руках, видите, такие веревочки. А реально это было. Я пришел в 12 часов, а закончилось все где-то в 3 часа. То есть 3 часа таких вот неспешных представлений, как все это проходило раньше. Да, вот насыпается порох. Ну нафига ты на пласт-то плюешь, деятель? Да еще и швыряешь. И в первых рядах. Ой. Подоберут по объявлению. Ладушки. Простим его. Так вот все это ссыпается. Медленно, печально. Раньше вообще никакой не торопились. Шомполом все это осаживается. Трамбуется, чтобы по стволу не рассыпалось. Раздувается фитилёчек. Чтобы хорошо поджечь. У кого погас, выдают запасной. И, как я говорил, все это медленно и печально. Вот вместо спускового крючка, видите, внизу, около приклада, здоровейнейший такой рычаг. И так, при помощи этого рычага, фитиль приближает к запальному отверстию. Торки-пузы. Товарищ Далавалет, так сказать, проходит, осматривает войска. Вот, который в высокой шарке в ручке наш. Это, типа, изображает Талавалетта. И наши правые арки-бузьеры готовятся стрелять. Разжигаем, заправляем удержатель. Извините, быстрее, только на ускоренное пускать, а это уже чарли-чаплим получится, и смешно, и бы ей неинтересно. Веревочка пускается, и как раз приближают эту веревочку горящую, и происходит выставка. Брали, потом по новой все зарядили. Сами понимаете, скорострельность далеко не пулемет Максима. Пикельщики. Саминосцы. И алибарчики. Ну, то есть основные силы того времени. Чуть-чуть огнестрела, и все остальное это холодное оружие. Саминосцы. Одна-две пушки, это было круто. Саминосцы. 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 И только старался сделать экшен, экшен, экшен. И финальный, так сказать, парад, алле. Прохвод. Далавалетта. И выезд. Ну, естественно, в те времена ни о какой маскировке речи, естественно, не шло. Все красивые, нарядные, разноцветные. Правильно? Снайперов не было. Поэтому и не парились с маскировкой. И последний класс покидает оркестр. КОНЕЦ А это уже у нас изображают запись в народное ополчение. То есть рыцари набирали к себе солдат из местного населения. И примерно показывают, как это все происходило. То есть ты такой-то будешь служить там-то. Выдача оружия личного. Патронтажа. Ну, естественно, не патронтаж, что еще не было тогда. Такие емкости с порохом на веревочке. Чтобы оптимизировать и ускорить зарядку оружия. И да тебе ружо. Патронтаж наберут по объявлению иди в строй но тут ускорить к сожалению бы не получилось никак только целиком если выбрасывать эту сцену но решил сохранить для вас то есть на этой реставрации были изображены так сказать все эпохи военного присутствия на мальте римляне сейчас вот как раз госпитальеры потом будут французы и потом будут англичане вот и естественно так сказать после набора проверка боевых качеств давай вставай сюда ладно пошутил я хаха три раза после слова лопата вот и начинается махание всякими железяками шпагами и саблями причем это делается все без защиты поэтому делается аккуратненько над этим здравяком не откровенно издевались типа рыбак пират по совместительству который бы но тоже на службе колец и его величество магистра мальтийского ордена так мы поддержим поддержим давайте 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 дальше давайте imy не мы понимаете круто что это Это вот то, чем были вооружены мушкетёры. Это Спартос Арамис и Верми Д'Артаньян. Это я малость ошибаюсь. Мушкет у нас вот сейчас. А до этого там ещё и аркиблюзы были. Это у нас уже Франция. Как выглядели солдаты, как выглядели мушкеты, как выглядели офицеры. Аааа! И как, собственно говоря, заряжался мушкет. Закрывается затвор, засыпается порох, берётся шомпол, досылается в ствол сначала порох, потом заряд, открывается казённик. Вот там есть маленькая дырочка, насыпается на полку порох и производится выстрел путём такого черкаша, высшее выбивание искры. И порох сгорает снаружи, и порох сгорает снаружи, через маленькую дырочку попадает внутрь ствола и происходит уже возгорание пороха и, собственно говоря, выстрел. Осечки отказа довольно часто. Вот как происходил, собственно говоря. Выстрел. Раз. И тут, естественно, момент перезарядки тоже самое выбросил. И давайте ещё разик. И ещё разик. Видите, у кого-то не выстрелило. И пошли. Ой. Наш сержант за такое отправил надолго на кухню. А это вот уже такой слонобой. Французская лёгкая артиллерия. Ну, так как в форт ничего такого особо не притащишь. Это реплика, это не оригинал, но сделано по всем правилам того времени. Дистанция 1000 ярдов, то есть чуть меньше километра. Диаметр 2,5 сантиметра. То есть использовалось не в атаку с такой, естественно, бегать, а такая карманная артиллерия. Стреляли с фортов, с башен, то есть чтобы пробить борта нападающих на лодках, на кораблях. Ну, до того времени было такое грозное оружие. И мы с вами сейчас ещё посмотрим, как всё это, как этот слонобой будет стрелять. Расчёт, грубо говоря, два человека и ещё мальчик на поднос пороха. В принципе, играющий офицер вещает на вполне таком простом туристическом английском, так что понять его не сложно. Ну и тем более, что я подстроечник дал. Зарядная обезьянка для подноса пороха. И в руках у него уже, даже не знаю, как назвать, шомпол или уже банник. То есть такой переход от ручного огнестрела к орудию. То есть пороха засыпается много, но звук выстрела, в принципе, зависит не столько от навески пороха, сколько от того, чтобы закупорить ствол, спрессовать порох и чтобы он, так сказать, одномоментно возгорелся. Тогда выстрел будет громкий, потому что сами понимаете, что кроме пороха даже пыжа в общем нет, так засовывают бумажку, чтобы пороха ствол рассыпался. Так, шомпол, давай! Денёчек был хороший, получил реально массу удовольствия вот такие. Вот, насыпаем порох на полку. Чем старше оружие, тем сложнее с ним управляться. Солдаты, препараты, аппарат Куорко! Ну, представляете, какая, естественно, точность у этого оружия была. Это называется, стреляем вон в ту сторону, а в усть в кого-нибудь попадём или в лодку. Ну, естественно, один держит, второй тоже, потому что одному бы это плечо сломать можете. Даже с холостым зарядом. Ну, а потом во время, так сказать, перерывочек народ просто развлекался. И самое смешное, когда эти ренекменты просто вошли в раш и палились сами по себе. А это у нас уже англичане. Изображают расчёт зенитного пулемёта. Один командир с биноклем. Стрелок. И зарядный. И, как говорится, заряжающий. Я поначалу не переключил на автоматический. Получилось, так сказать, по одному стрелям. А если кому интересно, я в описании добавлю ссылочку на ещё один ролик, который более полно охватывает как раз вот английскую группу реставраторов. То есть там у них тоже было интересное представление. Без шагистики, конечно, но, по крайней мере, интересное оружие было. И можно было тоже, естественно, всё пощупать, посмотреть. Вот это у нас револьвер. Это Вальтер. Стрелять, ты не мучайся. Господи. Ну что ж, дорогие друзья. На этом наш маленький ролик подошёл к концу. Всем большое спасибо, кто досмотрел до конца. И до новых встреч. Всем пока-пока.